Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вы пишите о том, что когда вы что-то делаете, результат заставляет себя долго ждать. Вы начинаете приумевать, вот, и начинаете разочароваться, когда результаты долго нет. Соответственно, значит, первое чувство, которое возникает, это чувство, такое вот, чувство разочарования, вот. Второе чувство, которое возникает, это потеря мотивации. Потеря мотивации что-то делать. Мне кажется, что ключевым моментом здесь является то, что вы не наслаждаетесь процессом. Ключевым моментом здесь является то, что вы не получаете удовольствие от самого действия. Что вы не нацелены на само действие. Что вы нацелены на результат, который всегда немножечко отдален по перспективе. Который всегда появляется не сразу. И, собственно, ключевой вопрос, который вам нужно себе задать. И, собственно, вопрос, который вы себе и задаете. Это вопрос, связанный с тем, а как мне жить, пока результата нет. Куда мне направлять свою силу, куда мне направлять свою энергию и так далее. Мне кажется, что разочарование само по себе является хорошим таким индикатором для развития вашего роста. Для того, чтобы подкорректировать свое отношение, свое поведение. В контексте, например, дело, которым вы занимаетесь. В контексте, например, организации своего труда. То есть посмотреть, может быть, более внимательно на то, как вы используете ресурсы. Как вы используете свою энергию, которую, ну, соответственно, ну, которую вы тратите. И вообще можно использовать этого человека, как такой вот пересмотр того, что вы делаете вообще. Потому что, если вам не нравится процесс вашей деятельности, то результат всегда будет, ну, недостаточно. Результатов всегда будет недостаточно. Потому что это что-то, что вы можете прожить. Это что-то, что вы можете наблюдать в контексте начало-конец. А дальше нужно будет опять добиваться какого-то результата, чтобы чувствовать себя хорошо. Поэтому ключевой момент здесь именно в том, что вы не наслаждаетесь процессом. А значит, в какой-то момент вы начинаете себя предавать, в какой-то момент вы начинаете себя заставлять. И в какой-то момент вы начинаете идти против себя. Здесь может возникнуть логичный вопрос, который возникает довольно часто. Часто, вот, у людей, например, ну, не все же делать ради удовольствия. Да? И не от всего, не от всего же получать наслаждение. И, с одной стороны, вы, конечно, правы, говоря, так, действительно, не от всего можно получать удовольствие, не от всего можно получать наслаждение. Но, с другой стороны, если вы приунываете, то, скорее всего, вы вообще мало от чего получаете удовольствие. Именно в контексте процесса. Вот. Скорее всего, вы глобально по жизни ориентированы именно на результат. То есть, первая мысль, которая возникает, это то, что вы говорите про… работу. Вот. Но, скорее всего, речь идет не только про работу. Вот. Скорее всего, речь идет еще про какие-то другие моменты. аспекты. Про, например, ваш глобальный подход к жизни. Вот. И если это правда, если у вас действительно вот такой подход глобальный к жизни, то, на мой взгляд, это в первую очередь и нужно корректировать. Вот. Вот. А, значит, как бы, такая вот история здесь. Поэтому я бы вам рекомендовал здесь обращать внимание именно на свое отношение к делу. Если вы привыкли себя заставлять, если вы себя только заставляете, ну, например, если вы себя только заставляете что-то делать. И единственное, вот, что может быть хорошего, единственное, единственное, что может быть позитивного, это именно результат. Ну, это, конечно, говорит о том, что вы не совсем свободны, не совсем счастливы, не совсем являетесь собой. И, конечно, отсюда могут возникать всякого рода трудностей. Отсюда могут возникать всякого рода проблем. Поэтому мне кажется, что игнорировать разочарование, это путь в никуда, бежать от разочарования. Так же, путь в никуда. Вот. И, соответственно, надо бы вам больше внимания уделять тому, именно, как вы ощущаете и как вы чувствуете то, чем вы чувствуете. Занимаетесь. Вот. Ну, то есть, иными словами, насколько вам интересно именно то, что вы делаете. Вот. Это, мне кажется, очень важным моментом. Вот. Потому что без этого, ну, без вот таких аспектов, я бы сказал, что вы будете чувствовать, себя всегда достаточно уязвимым. Вот. Вот. Вы будете чувствовать себя всегда, всегда, всегда достаточно, ну, такой вот, знаете, знаете, не полный, не полный что ли. Вот. И всегда будете ориентироваться только на конечный результат. А этого редко, когда бывает достаточно. Поэтому я бы предложил вам здесь, насчет, психотерапию, например, для того, чтобы лучше себя понимать. Для того, чтобы лучше себя чувствовать, для того, чтобы лучше корректировать, не контролировать. Это важно. А корректировать, именно, именно корректировать свои действия, чтобы они являлись отражением ваших чувств, именно ваших чувств. Ну, не вашего интеллектуального, как бы, ну, не являлись отражением ваших интеллектуальных усилий, скажем так. Вот. Потому что, на мой взгляд, если вы прикладываете усилия для того, чтобы что-то делать и ждёте, ждёте, собственно, результатом какого-то, вот, то я боюсь, что всегда, ну, в большинстве случаев, по крайней мере, вы будете ощущать вот этот самый, это самое разочарование и этот самый негатив. Вот. Если вам этого не хочется, если вы этого не хотите, то имеют смысл, может, действовать немножечко в другом ключе, действовать немножечко, немножечко в других парадигмах, что ли, вот. Так я бы вам мог это выразить, ну, вот, собственно, такой ответ я бы вам мог, мог бы дать. Вот. Значит, с точки зрения психологии, с точки зрения психологии, с точки зрения псих-трапии, вот. Так как это для меня выглядит. Если вы, значит, убеждены, если вы считаете, что результат обязательно должен быть и хотите не испытывать разочарования, то эта позиция является, к сожалению, достаточно вас, с одной стороны, ограничивающей, вот. Ну, потому что вы, по сути, оказываетесь в постоянной такой вот зависимости, вы, по сути, оказываетесь в постоянной необходимости что-то делать, да, вы, по сути, оказываетесь в постоянной необходимости предпринимать усилия, чтобы, вот, ну, чтобы снова и снова этот результат был, вот. И, в общем-то, вы, так вот, скажем, в большинстве случаев будете обречены на переживание, в большинстве случаев будете обречены на разочарование и на борьбу с этим. Ну, именно, именно в разочаровании кроется ответ на вопрос, на ваш вопрос о том, как я хочу. То есть, именно, вот, кроется ответ на вопрос, как мне нужно. И, как я могу, например, измениться и верить в их, чтобы то, что меня окружает, больше соответствовало тому, что мне хочется. Я думаю, так. Понятно, что это определенный процесс. Понятно, что он сразу ситуация не улучшится. Ну, то есть, потребуется какое-то время, вот. Но результатом будет улучшение качества вашей жизни. И улучшение качества вашей жизни довольно-таки существенное. Вот. Хотя и в этом, безусловно, можно увидеть определенный для себя риск. Вот. Потому что, потому что, потому что, а, тут может быть, а, больно, тут может быть, а, неприятно, тут может быть, а, дискомфортно. А, тут может быть, а, какие-то могут быть, а, некоторые, а, обесценивающие вас, а, моменты, обесценивающие вас, а, факты, обесценивающие вас, а, история, обесценивающие вас, а, ситуации. Вот. То есть, вообще говоря, а, может быть, достаточное количество негатива. Вот. И понятно, что вам, может быть, с этим негативом, а, ну, достаточно, а, сложно, сложно будет, а, существовать. Вот. Вот. Но, но, если, если вы, допустим, научитесь с ним взаимодействовать, еще лучше, если вы научитесь его, этот негатив, этого негатива не избежать. Вот. Вот. А, если, если вы, а, научитесь его, его, именно, что, проживать, если вы научитесь, а, с, ну, вот, с ним взаимодействовать, да, то, на мой взгляд, а, ситуация для вас может быть. Может улучшиться и подобных ощущений станет меньше. Но это не значит, что неприятные ощущения уйдут вообще. Возможно, откроется какая-то новая проблематика, которая до сих пор для вас была скрыта. Ну, например, это, а, может быть, это может быть, а, проблематика, а, ожидания, а, это может быть проблематика страха, допустим. Это может быть, а, какие-то, ну, другие моменты, вот, которые сейчас для вас, а, ну, вот, такого значения особенного значения не имеют. Сейчас вы, может быть, этого не чувствуете, сейчас вы, может быть, этого не ощущаете. Вот. Сейчас вы, может быть, от этого уходите. Ну, ну, так вот, убегаете от этого. А, будет это делать сложнее. Вот. Это будет делать сложнее. Если вы, ну, признаете, что какие-то другие чувства и какие-то другие эмоции у вас присутствуют. И, соответственно, работать нужно будет вам уже с этим взаимодействовать, соответственно, вам нужно будет уже с этими аспектами. Так и происходит, в принципе, исследование себя. Так и происходит, в принципе, изучение себя. Так и происходит, в принципе, вот, развитие. Так происходит рост, ну, личностный рост. Вот. Так, так происходят, а, изменения. И не всегда эти изменения, а, приятны. Не всегда эти изменения комфортны. Поэтому, а, нужна, а, часто, а, достаточно, а, такая история, чтобы кто-то был рядом. Чтобы кто-то помог, чтобы кто-то поддержал в, ну, вот, в непростой момент, достаточно непростой момент. Вот. Вот. И для этого, как раз, такие и нужны мы, психологи, которые занимаются именно, вот, профессионально такими задачами. Я думаю, я думаю, что таким может быть мой ответ вам. Я думаю, что таким может быть обратная связь, которую я мог бы сейчас вам дать. И я могу только надеяться на то, что вы сделаете для себя какие-то выводы. Я могу только надеяться на то, что дал вам пищу для размышлений. Вот я надеюсь, что даже если с чем-то вы не согласны, даже если что-то вы считаете, я сказал, неправильно и так далее, то вы не будете торопиться с выводами. Постарайтесь обратить это у себя, вот, постарайтесь спросить себя, да? То есть, ну, как все это вам откликается, вот, если откликается, как вы к этому относитесь, вот. И потом уже, может быть, вы решите, что вам с этим делать дальше. Примерно такой ответ я мог бы вам сейчас предложить с точки зрения психологии. На этом все. Я буду благодарен вам, если вы дадите обратную связь на мой ответ. Это позволит вам начать работу над собой. Это позволит вам, ну, от чего-то отталкиваться. Я вам желаю всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что в вашей жизни будут только перемены и разочарования больше испытывать вы не будете. Удачи вам! Продолжение следует... Спасибо.